Всем привет дорогие друзья, вы находитесь на канале Gamerus TV и сегодня в этом ролике мы с вами рассмотрим сколько урона наносит оружие в игре Critical Ops. Посмотрим сколько урона будет с броней и без брони в разные участки тела и в сегодняшнем ролике будут только пистолеты. Поэтому если вы хотите вторую часть, то обязательно прожимайте лайки, подписывайтесь на канал и если будет много фидбэка, много просмотров, много актива, соответственно вторая часть не заставит себя долго ждать. Ну а начнем мы с урона, который проходит если человек без брони. Итак берем B250, при его выстреле в ногу без брони он наносит 33% дамага и соответственно потребуется 4 выстрела для того чтобы убить оппонента. Если стрелять в тело или в корпус, называйте как катите, проходит 43 единицы урона и соответственно потребуется ровно 3 выстрела для того чтобы сделать килл. Далее на очереди у нас выстрелы в руку, каждый из которых наносит по 33 единицы дамага и потребуется 4 выстрела для того чтобы сделать килл. Предпоследний участок это область шеи и плеча, выстрелив которую оппонент получает по 38 единиц дамага соответственно. Ну и финальный выстрел у нас в голову без брони это естественно ваншот с B250. Переходим к ситуации когда на вас есть броня и в таком случае B250 при попадании в ногу наносит вам 21 единицу дамага. Поэтому потребуется целых 5 выстрелов для того чтобы вас убить. При выстреле в тело урон получаемый вами равен 27 единицам соответственно потребуется уже 4 выстрела для того чтобы оформить килл. При выстреле в руку урон равен соответственно выстрелам в ногу, также по 21 единице за каждый выстрел соответственно. При выстреле в область шеи и в область плеча урон получаемый вами будет равен 24 единицам соответственно потребуется 5 опять же выстрелов для того чтобы оформить килл. Ну и при выстреле в голову по 250 уже не ваншотит и сносит вам 68 единиц дамага. Переходим ко второму пистолету это будет у нас XD45. Если вы без брони то такой пистолет при выстреле в ногу наносит вам 38 единиц урона. При выстреле в тело на мое удивление урон равен 50, то есть с двух пулек челик умирает. Меня это лично очень сильно удивило, я думаю что пули слабее. При выстреле в руку урон также равен 38 соответственно ничего удивительного, так же как и при выстреле в ногу. А вот то что меня действительно удивило то что при выстреле в шею и в область плеча урон не меняется и также равен 38. Как так получилось на самом деле не знаю. Ну и опять же при выстреле в голову как всегда пистолет ваншотит, если на вас нет брони. Далее рассмотрим ситуацию если человек в броне. В таком случае XD45 наносит 24 единицы урона от каждого выстрела и потребуется целых 5 выстрелов для того чтобы сделать килл. При выстреле в тело урон получаемый равен 32 соответственно потребуется 4 выстрела. При выстреле в руку урон такой же как и при выстреле в ногу соответственно также 24. При выстреле в область шеи и в область плеча урон получаемый равен 28. Кстати отличается в зависимости от той ситуации когда брони не было. Что б меня так же удивило. Ну и при выстреле в голову получаемый урон равен 78. То есть XD45 также не ваншотит если на вас есть броня. Далее поговорим о пистолете который любили многие. Как минимум до его нерфа. И на данный момент револьвер наносит 45 единиц урона при выстреле в ногу. При выстреле в тело урон равен 59, что равноценно двум полноценным выстрелам для того чтобы убить оппонента. При выстреле в руку урон равен 45, так же как и при выстреле в ногу. В этом случае здесь ничего не меняется. При выстреле в область плеча и шеи урон равен 52, что на мой взгляд немного странно. Но все же это так. И так же получается требуется 2 выстрела для того чтобы забрать человека. Ну и при выстреле в голову револьвер естественно ваншотит. Вне зависимости от того есть у вас броня или нет. Если же на вас все таки есть броня. Револьвер наносит 36 единиц урона при выстреле в ногу. И требуется уже 3 попадания для того чтобы сделать скилл. При выстреле в тело урон равен 47. И в этом как раз таки заключается основная суть нерфа. Что теперь револьвер убивает с 3 выстрелов. Вне зависимости от того куда вы попадете. При выстреле в руку урон так же равен 36. В принципе ничего не меняется. При выстреле в область шеи и плеча урон равен 41. Поэтому опять же требуется 3 выстрела. Ну и единственное куда револьвер ваншотит это в голову. Опять же вне зависимости от того есть ли на человеке броня или же нет. Далее на очереди у нас юспик или gsr как он называется в игре. И без брони при попадании в ногу он наносит 41 единицу урона. Поэтому потребуется 3 выстрела для того чтобы сделать скил. При выстреле в тело юспи убивает с 2 выстрелов. И наносит 54 единицы урона. При выстреле в руку урон равен 41. Так же необходимо 3 выстрела. При выстреле в область плеча и шеи урон наносимый равен 47. И опять же требуется 3 выстрела для того чтобы сделать скил. Ну и без брони юсп собственно ваншотит в голову. Если же оппонент будет все таки в броне. То при попадании в ногу gsr наносит 32 единицы урона. И необходимо уже 4 выстрела для того чтобы сделать скил. При попадании в тело наносимый урон равен 43. Опять же необходимо 3 выстрела. При попадании в руку вы получаете 32 единицы урона. Так же как и при попадании в ногу. При попадании в область шеи и плеча получаемый урон равен 37. Ну и юсп вне зависимости от того есть ли на вас броня или нет. Так же ваншотит в голову. Далее на вот шею дигру. Самый эмбовый пистолет который есть на данный момент. И он при попадании в ногу без брони наносит 50 единиц урона. Это просто что то нереальное. При попадании в тело наносимый урон равен 66. Что тоже очень много. При попадании в руку урон равен опять же 50. Но это очень много. Невероятно много. Больше чем любой другой пистолет. При попадании в область шеи и плеча наносимый урон равен 58. Соответственно пистолет опять же убивает с двух выстрелов при попадании в эту область. Ну и при попадании в голову диггл ваншотит. Опять же вне зависимости от того есть ли на человеке броня или нет. Если же на человеке все таки есть броня. То диггл наносит 47 единиц урона при попадании в ногу. И требуется уже 3 выстрела для того чтобы совершить килл. При попадании в тело наносимый урон равен 62. Требуется по прежнему 2 выстрела. При попадании в руку наносимый урон равен 47. Так же как и при попадании в ногу. При попадании в область шеи и плеча наносимый урон равен 55. Ну и соответственно при попадании в голову как я уже сказал диггл ваншотит. Ну и последнее оружие на сегодня это мтх. Которые без брони при попадании в ногу наносят 36 единиц урона и убивают с 3 выстрелов. При попадании в тело это оружие наносит 47 единиц урона и так же требуется 3 выстрела для того чтобы сделать килл. При попадании в руку урон такой же 36 единиц соответственно. Требуется 3 выстрела для того чтобы совершить убийство. При попадании в область плеча и шеи урон получаемый равен 41 единице от каждого выстрела. Ну и в голову пистолет естественно ваншотит. Опять же когда на человеке нет брони. Если же все таки броня присутствует то урон получаемый в ногу снижается до 23. И требуется уже не 3 а целых 5 выстрелов для того чтобы сделать килл. При попадании в тело наносимый урон снижается до 30. Соответственно требуется 4 выстрела. При попадании в руку урон так же соответственно равен 23. И требуется опять же 5 выстрелов для того чтобы сделать килл. При попадании в область плеча и шеи наносимый урон равен 26 Требуется 4 выстрела для того, чтобы разобрать оппонента Ну и при попадании в голову, если на вас есть броня, МТХ не ваншотит и наносит 74 единицы урона Также для наглядности я сделал такую вот табличку, в которой вы можете видеть средний урон наносимых тела с каждого вида оружия И стоит отметить, что как раз таки дигл это тот пистолет, с которым вне зависимости от того в броне человек или нет вы наносите большой урон И при наличии брони этот урон снижается крайне и крайне незначительно по сравнению с остальными оружиями, как вы можете видеть из таблицы Собственно друзья, на этом видеоролик подходит к концу, я очень надеюсь, что он вам понравился, поднял вам настроение и сделал ваш день чуточку лучше Обязательно поджимайте лайк и пишите в комментариях вообще, как вам ролик, хотите ли вы продолжения Ну а с вами был Геймерус, увидимся уже на новом видео, всем пока-пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok